Друзья, привет! Даже если вы мой хейтер, прислушайтесь к информации, которую я дам в этом выпуске. Здесь есть действительно очень важные моменты, которые стоит учитывать. Ну, начнем, соответственно, с того, что у нас действительно сейчас залили объемом очень сильные активы. Биткоин у нас дал очень хорошие ценовые значения. Подрисовали это под новость, что у нас, соответственно, ETF будет запускаться. Важный момент, во-первых, будет, но вероятность на то, что его запустят, она на самом деле довольно неплоха. Но еще раз обращаю ваше внимание на очень важный момент, то, что не сейчас уже все реализовано, а только 18-го числа у нас с вами будет запущен ProShares, и 25-го числа самый важный и ключевой – это Vanek, о котором уже сколько? Года три мы с вами слышим. И еще очень важный момент, то, что сейчас идет жесточайшее преобладание лонгистов над шартистами. Это все можно отследить очень легко, очень много индикаторов, которые это показывают. И еще такой момент. Мы с вами, по сути, коррекционного движения даже в рамках вот этого восходящего движения не имели, а по хорошему коррекцию полноценную мы с вами должны были получать еще с уровня 40 тысяч, что показывает, что на инсайдах вначале все это дело двигалось, потом на подогретой вот этой вот панике, и сейчас, извините, почти под самый АТХ, абсолютный хай биткоина, нам выкатывают эти новости. Очень часто, очень часто я хочу обратить ваше внимание, это пахнет зарубой, вот зарубой конкретной. То есть вероятность на то, что здесь будут скидывать позиции, она очень неплохая. Вспомните ту же ситуацию, которая была с бактом, когда реально все ждали, когда двигали рынок, когда уже так же под хай давали информацию про бакт, а потом такой оп, и все у нас пошло вниз. Но это важный момент, на который вы обязательно должны обращать внимание. Сейчас мы с вами, разумеется, на графике разберем, какие у нас уровни по биткоину, куда у нас здесь он может откорректироваться, какой вообще потенциал движения. Абсолютно ни с кем не спорю, что мы с вами можем пройти абсолютный хай, это уровень там 65 тысяч долларов, но здесь есть куча нюансов, огромное количество там, начиная от RSI, там объемы, уровни, сквизы, все это с вами разберем на графике. Напоминаю то, что можете выиграть 150 долларов, все что надо, это оставить комментарий, подписаться на канал и поставить свой лайк. Более подробные условия розыгрыша будут в конце ролика. Ну и, соответственно, напоминаю то, что в описании и в закрепленном комментарии вы найдете ссылочки на мой бесплатный телеграм-канал и на мой тикток с ежедневными обзорами криптовалютного рынка. Добро пожаловать на график. Личный проект, на котором можно делать большие деньги, это мир.етыха.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно от 3 до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 7000 баксов, так как знаком с администрацией проекта и это надежные люди. Вывод дивидендов и личного вклада работает замечательно. Сейчас получаю по 6% прибыли ежедневно. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Итак, друзья, разбор ситуации начнем с биткоина. Я думаю, есть смысл выйти сразу на мелкие таймфреймы. Смотрите, протестили уровень сопротивления. Важный момент. Там 62 вышли, получили продажи. Очень важный момент. Друзья, 62 тысячи – это не хай. Поэтому, несмотря на то, что огромное количество людей сейчас набирает лонги, я еще раз говорю, сейчас жестко идет преобладание лонгов, жесточайшее, прям сильно больше лонгов, чем шорт позиций, эти лонги набирать нельзя. Как минимум до пробоя хая. Хотите рекомендацию по трейдингу в лонг? Разумеется, это пробитие уровня 65 тысяч долларов. Вы ставите короткий стоп. И с большой вероятностью, если мы сейчас проходим 65 тысяч долларов, мы получим очень мощный объем. Нас действительно прям должны будут пульнуть вверх. Я там не знаю, 70-80 тысяч долларов. Это не важно. Важен сам факт. Там трейлинг стопами можно будет подпирать. Сам факт, что с этого уровня нас должны будут пульнуть вверх. Но давайте, во-первых, обратим внимание, то, что у нас новость еще, во-первых, не реализована. Во-вторых, ну извините, у нас тут идет окончание недельки. Абсолютно очевидно то, что развязка будет там в ближайшие 2-3 дня. Я думаю, уже в понедельник, вторник мы с вами будем понимать четкое направление рынка. Но конкретно сейчас лонговать этот актив я бы на вашем месте не рисковал. Почему? Выходим на часовике, понимаем по уровням поддержки. Уровень, где у нас? Район 52 тысяч. Давайте чуть-чуть вот так вот. Район 52 тысяч долларов. Да, 52. Вот этот вот даже может чуть-чуть. 53. 53 тысячи долларов. Абсолютно спокойно могут дать середину канала 55 тысяч долларов. Это будет абсолютно адекватная коррекция всего этого дела. Дальше мы накидываем сюда коррекцию по ФИБе. Это, извините, район там под полтинник 48 тысяч. Здесь может быть коррекция, но просто мощнейшая. И помимо всего этого, я бы не сказал, что мы тут четко как-то удерживаем канал. По крайней мере технически. И это очень важный момент. Почему очень многие начинают писать мне негатив. Действительно, я отталкиваюсь от техники. Извините, я не ванга. Я не знаю, что начнут спекулировать этим ETF. Тем более, очень важный момент то, что, ну, в последнее время далеко не часто отыгрывают новости реально на рынке. Все-таки больше работает техника. Но сам факт, что когда начинаются такие спекуляции, очень часто набирают здесь в обойму лонгистов. И потом эту обойму просто расстреливают. Я бы, еще раз говорю, я бы переждал этот момент. Вот реально. Что касается там ситуации, да, у меня есть плохой шорт на данный момент. На момент, когда я его набирал, технически это была неплохая позиция. Но сейчас, конечно, это плохой шорт. Я его также буду закрывать только на пробое биткоином хая. Когда у нас будет четкое подтверждение на то, что все, мы идем в лонг. Четкое подтверждение на то, что у нас пошло перекрытие движения. Четкое подтверждение на то, что потенциально мы глобально сформировали флаг, бычий флаг. Поэтому, ну, я бы не суетился, друзья. Вот просто поверьте мне. Что касается ситуации по эфириуму. Ну, во-первых, давайте начнем с технического момента. Все-таки у нас 4 400, 4 тысячи долларов следующий важный уровень. И пока что хаи мы с вами не поломали. Абсолютно очевидно, что если по биткоину будет пробиваться хай, соответственно, по эфиру сетап точно так же будет ломаться. И довольно... Здесь, понимаете, какой еще важный момент? Здесь у нас все это дело вышло с квизом. И я почему еще говорю про недельку? Потому что точно так же здесь могут закрыть все это фитилем. И в итоге это просто был сквиз. И мы с вами вернемся в какие-нибудь там уровни 3 250. Что абсолютно может быть в текущей ситуации. Элементарно может быть. Но, разумеется, если биткоин здесь будет перекрывать свои хаи, то вероятность, что и эфир пойдет к своим хаям и будет их перекрывать, тоже довольно неплохая. Поэтому, конечно, я здесь буду закрывать позицию и далее буду догонять на каких-нибудь активах типа Ripple или типа Doggy. Потому что в них сразу польется объем с битка. Потому что сейчас у них пониженный объем проторговок. И точно будут на реализованном биткоине, там даже на том же реализованном эфире, переливать объем в нереализованные активы. Это было и всегда будет и работает в 100% случаев. Это даже невероятность. Ну, вот сколько я торгую, я уже торгую очень много лет. Ни разу не было такого, что если идет, например, на опережение биткоина, другие активы стоят, чтобы потом не перераспределялся с него объем на другие активы. Что касается ситуации по Ripple. Мы с вами разбирали в прошлом выпуске, что пока что все это дело будет ограничиваться волатильностью в районе 1,10-1,20. В текущей ситуации, ну, находимся в этом канале. Убираем пока что из этого разбора ситуацию с биткоином. Смотрим чисто, что творится сейчас локально по объему, потому что все-таки давит непосредственно биткоин. Эти активы еще, по сути, не трогают. Они там чуть-чуть догоняют, но сказать, что здесь идет какая-то жесткая волатильность, ну, абсолютно точно нельзя. Друзья, наибольшая вероятность, совсем локально, это 1,11, если мы смотрим более среднесрочно, это 1,3-1,5. Очень должны с довольно неплохой вероятностью к этим уровням прийти. Дальше мы накидываем, наверное, на 4-х часах уже будет видно. Дальше мы накидываем плюс-минус старт движения, то есть первый импульс, и понимаем, что наша зона, это зона типа 78 центов, это абсолютная реальная зона. Я еще раз вам напоминаю, выхожу там на дневные таймфреймы, как у нас обычно отрабатывает Ripple. Ребят, ну, хотите вы этого или нет, но по факту мы видим, что это стандартное движение. Мощный импульс, как правило, я, кстати, обратил внимание, который, как правило, в большинстве случаев догоняет тот же самый биткоин. Дальше мы идем в консолидацию, дальше идут жесткие продажи. Здесь формация, ну, вот, смотрите, вот мы с вами показали хай, коррекция, дальше, соответственно, вы вернулись обратно в канал, да, хай, коррекция, вернулись в канал. Ну, да, здесь могут, в принципе, еще чуть-чуть подрисовать сверху, ну, чтобы добрать лонгистов, соответственно, набрать на них ликвидности. Но вероятность, что мы здесь будем так же ловить коррекционные движения, но крайне высока. Я еще раз говорю, вот я вам показываю все, как есть, это не мои фантазии, не мои желания. Это, наверное, работа от реальной ситуации на рынке, дайте, наверное, без графика уже. И, разумеется, я абсолютно точно не спорю, что если сейчас все-таки будут додавливать эти новости, что мне придется закрыть шорт, то есть там будет ориентировочно где-то 35-40% минусом. Депозиту, соответственно, это будет в районе там 20% минусом. Но, во-первых, я еще раз хотел бы напомнить то, что я только за эти полгода к депозиту 200% прибавил, это раз. Во-вторых, все равно биткоин даст возможность догнать, потому что, ну, у нас есть куча активов, которые еще на это движение не реагировали. И, разумеется, я буду действовать по ситуации. Я очень не понимаю, когда мне многие люди пишут в комментариях, что типа, ой, да мы пойдем, да мы то, да мы все, да я бы согласен с вами, рад был бы с вами согласиться. Но есть определенные факторы. На это я слушаю, типа, теханализ тебя погубит. Друзья, теханализ меня уже очень много лет кормит. И, действительно, я не хочу, понимаете, я не тот чувак, который будет вам тут вот так купюрами, пачками с деньгами там показывать, что-то там и подобное. Но я реально очень хорошо поднялся на криптовалютном рынке и реально теханализ в абсолютном большинстве случаев отрабатывает. Другой момент, что мы с вами, начиная торговать, прекрасно понимаем, что мы торгуем от вероятности. Это не точная наука. И, конечно, возможно, ситуации с факапами, у меня они неоднократно были. И я считаю, что, ну, я считаю, что мои подписчики должны, ну, радоваться, что попали на такой канал, где автор вообще без проблем говорит, где он заработал, где он не заработал, где он ошибся, где какой процент минусом. А не то, что вот я супертрейдер, покупайте мои курсы, я вас научу делать миллиарды за месяц. Ну, типа, я не знаю. Мне кажется, что вот эта максимальная открытость, она и позволяет нам уже там многие годы сохранять вот эту благоприятную обстановку. Поэтому, наверное, этот спич, конечно, больше для тех людей, которые либо новые, либо, ну, не понимают этого. Потому что, типа, когда, ну, ты делаешь плюсы, это нормально, когда минусы, то ты лох, позорный. Ну, я считаю, что это неправильно. И я мог бы вас всех поперебанить, но я реально с уважением отношусь к людям, и я пытаюсь делать так, я пытаюсь объяснить. То есть я пытаюсь объяснить и научить. Но если там уже какие-то совсем проблемы с головой, тогда да. Вот, а так я пытаюсь объяснить, что нет, друг, такого не бывает. То есть есть такое понятие, еще раз говорю, там за свой шорт, я его набрал технически очень правильно. Почему ты его удержал? Потому что у нас технически есть возможность его удержать. Почему ты его до сих пор держишь? Потому что, опять же, технически его можно до сих пор держать. Технически есть возможность на этой позиции не просто выйти в ноль, а взять плюс. И плюс довольно хороший. Все, единственная причина. Дальше. Пробьет у нас, например, если биткоин уровень 65 тысяч долларов, и получим новый хай, и получим объем, там, конечно, я буду закрывать. Абсолютно точно. Потому что я понимаю, что все, теперь вариантов заработать на этой позиции нет. И смысла ее держать абсолютно точно нет. И там потеряю я там энную сумму денег, да, обидно, с одной стороны, с другой стороны, у меня сразу открывается возможность не просто ее вернуть, а заработать больше. Потому что, например, еще раз говорю, тот же Dogecoin, извините, у нас сейчас торгуется в районе 20 центов, а хай у него 70. То есть, как минимум, он подхватит движение, как минимум, начнут опять выступать те же люди, и как минимум, я его в два раза смогу проторговать в плюс. Это как минимум. Возьмем Ripple, ну, извините, как минимум, доллар 40 можно его взять, уже какой-то хороший процент. Я вас уверяю, куча активов, на котором можно все это дело реализовать, и я не вижу в этом никакой проблемы. Поэтому, как бы, так максимально открыто и максимально честно пытаюсь вам все это рассказать, ну, и, собственно говоря, описать. Ничего не скрывая, ничего отдельно не продавая, если там какие-то вопросы, например, по рекламе. Почему ты там берешь рекламу? Ну, я думаю, за вот эту вот открытость, ну, несложно, например, там, либо посмотреть рекламу, либо изучить проект, либо самому изучить проект, либо, соответственно, просто скипнуть, если вам эта реклама неинтересна. Поэтому, я думаю, мой канал вообще по-хорошему негатива вызывать не должен, ну, просто потому что я там не сижу как-то и надменно не делаю там какой-то надменный вид. Я описываю все по факту и пытаюсь объяснить людям то, что я работаю от ситуации. Я не хочу фантазировать, я не хочу угадать, я работаю от текущей ситуации. И еще раз говорю, как показывает многолетний опыт, такая работа, вот я говорю, за все годы, я только один год в минусах был. Вот я сколько торгую, лет 6-7, один год был в минусах. В реальных это когда был кризис, извините, когда нефть там чуть ли не ноль стоила. Все, и то там за полгода, за год я все это дело отторговал, так еще и получилось плюс заработать. Но это уже, соответственно, перешло на следующий год, поэтому я как бы считаю, что следующий год плюсовой. Ладно, это уже, наверное, лишняя демагогия, но я надеюсь, вы меня слышите, и я очень признателен тем людям, которые меня слышат. Еще раз напоминаю, лайк, подписка и комментарий. В конце ролика будут условия конкурса на 150 долларов. Но я с вами прощаюсь до следующего выпуска, всего вам самого наилучшего. Работаем. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 6% прибыли в день, ссылка на проект в описании под роликом. Напоминаю вам то, что каждую тысячу подписчиков на канале мы с вами разыгрываем 150 долларов. Все, что от вас требуется, это быть подписанным на канал, оставить свой позитивный и осмысленный комментарий и лайкнуть ролик. Каждую тысячу подписчиков мы с вами будем проводить стрим, на котором будут определены 3 победителя. В розыгрыше будут участвовать 3 ролика, набравшие самую большую активность за это время. Соответственно, каждый победитель из каждого ролика заберет по 50 долларов. Лайк, подписка, позитивный и осмысленный комментарий и вы участвуете в розыгрыше 150 долларов.